Всем привет, в этом видео я продемонстрирую установку Arch Linux при помощи встроенного скрипта Arch Install, видео с ручной установкой смотрите по ссылке выше Первое что мы сделаем это подключим интернет, проводной подключается автоматически, следующее действие только для Wi-Fi После этого советую обновить зеркала и установить Arch Linux Kirin следующей командой Это необходимо если вы используете загрузочную флешку с не самой свежей версией установщика Arch, в любом случае это помогает избежать ошибок при установке, например таких как сейчас на экране Теперь можем приступать, вводим Arch Linux Tool и жмем Enter Перед нами меню установщика, первое, это выбор языка самого установщика, у меня правда кирилл лица по каким-то причинам не отобразилась поэтому буду использовать английский Второе, выбор зеркал, можно как добавить из списка, так и руками прописать свои, если они отсутствуют, выбирать можно сразу несколько стран, и не обязательно ту где проживаете Далее выбор локали, то есть языка системы, в отличие от ручной установки здесь возможно выбрать только одну локаль Английский в любом случае будет, поэтому если вам нужно более двух языков в системе то добавить их можно после установки, например в настройках среды рабочего стола Далее разметка диска, здесь есть три пункта, рекомендую выбирать первый пункт, доверившись скрипту, так как при попытке самому разбить диск мне выдало ошибку, может я сделал что-то не так В общем жмем первый пункт, выбираем наш диск, тип файловой системы, я ради эксперимента выберу XFS Стандартно для линукса выбирают X4, в комментарии я оставлю ссылку на статью в которой адекватно написано про XFS и X4 Для домашнего ПК разницы особо не будет Также нам предложат отдельный раздел под папку home, если нажмете no то у вас будет один корень и раздел загрузки Далее идет шифрование диска, его я не использую Теперь выбираем загрузчик, по умолчанию стоит System Boot я его так и оставлю, но, он подходит только для EFI Если у вас старый биос ставьте грэб, если вам нужен загрузчик с широким функционалом, например у вас несколько систем, ставьте грэб Если же у вас домашний ПК который должен просто запускаться, не парьтесь оставляйте System Boot, он достаточно быстрый так как работает напрямую с EFI, и даже может запустить Windows Далее выбираем будет ли у нас раздел подкачки, к сожалению установщик не дает возможность самому указать размер данного раздела, у меня в итоге создала раздел в 4 гигабайта, в принципе нормально, хастнейм, имя компьютера, можете задать любое Далее задаем пароль root Создаем пользователя и задаем пароль, можно указывать несколько пользователей, для интереса я создам двух юзеров, вы же создавайте одного, или сколько вам нужно Теперь выбираем профайл, самый сложный выбор Десктап, установка с оконным менеджером, MinML, говорит сам за себя, ядро и базовый пакет, сервер, набор для серверов с базой данных MaryEdge, Nginx и разными протоколами HTTP, SSH и TP, что там конкретнее не знаю, ибо не устанавливал, ну и Zorg, пакет Zorg и графические драйвера Я выбираю десктап, выдумаю тоже, так как в этом и заключается суть установщика, чтобы получить на выходе готовую систему Выбор графической среды дела субъективные, но дам совет для тех, кто особо не разбирается, если у вас не совсем старое железо и вы хотите после установки начать пользоваться ПК с минимальной болью Выбирайте NoMelect, просто банально там большая команда разработчиков и два эти окружения более дружественны Если у вас проблемы с аппаратным ускорением, слабая видеокарта, посмотрите в сторону Cinnamon, если вообще железо слабое то XFC4 или Mate Ну про тайловые оконные менеджеры я не говорю, так как те кто их выбирает обычно знают что делают Я же выберу No Далее выбираем видеодрайвер, для устаревших карт NVIDIA выбирайте Novo, так как проприетарные тут последние версии, установить устаревшие драйвера можете позже, как это сделать смотрите в видео по ссылке выше Ну и Gritter это окно приветствия, я оставляю как есть В видео выбираем аудиосервер, я выбираю по старинке Pulse Audio, если вы привередливы к качеству звука, то для вас будет лучше Pipwire Ядро Linux, менее проблемное Linux и Linux LTS особенно когда дело доходит до драйверов NVIDIA ниже 510 версии, Hardend, ориентированное на безопасность, больше актуально для сервера, Zen Kernel, пропатченное ядро с максимальной производительностью Мой совет, чтобы потом не искать в интернете почему модуль ядро не работает ставьте либо Linux, либо Linux LTS Additional Packages можно указать дополнительные пакеты которые вы хотите установить, я укажу Firefox, лучше оставьте пустым, так как если допустите ошибку в названии пакета, скорее всего скрипт выдаст ошибку, и начнется все заново В конфигурации сетей выбираем Network Manager Временная зона выбираем часовой пояс Ну и в репозиториях можно сразу разблокировать Malta или B, жмем install и ждем конца установки После установки нам предлагают войти в режим CRUD выбираем да, в режиме CRUD можно доустановить пакеты, может забыли что, самое главное запустите Network Manager, и менеджер входа, в моем случае это GDM, для выхода из-под CRUD вводим exit, два раза и reboot Ну вот и все, система запустилась, дальнейшая настройка в ваших руках Настоятельно рекомендую после установки выполнить пункты которые у вас на экране, подписывайтесь на мой канал, до скорого